5 сентября 1984 года появилась на свет Пересильд Юлия. Биография девочки начинает свое повествование в славном российском городе Пскове. Родители малышки никакого отношения к сцене не имеют. Мама всю жизнь посвятила деткам, работая воспитательницей в детском саду. Отец является талантливым иконописцем. Наверное от него девочке предалась творческая жилка. В детстве Юленька очень любила петь. Отличные вокальные данные позволили ей стать участницей местного музыкального коллектива под названием «Эквалайзер». В возрасте 11 лет девочка впервые едет в Москву. Она принимает участие в детской развлекательной передаче «Утренняя звезда». Именно эта поездка поселила в ней мечту жить в столице. Кроме пения в музыкальной группе, Юлия Пересильд активно выступала в школьной команде КВН и занималась хореографией. После окончания школы девушка отправилась покорять Москву. Она стремилась поступить в одно из самых престижных театральных учебных заведений страны – МХАТ. Однако первая попытка приобщиться к актерскому миру прошла неудачно. И Юлия вернулась в Псков. Там она поступила в местный педагогический институт. Это был 2001 год. В то самое время Пересильд познакомилась с интересной творческой личностью – Сергеем Рахмановым. Являясь поэтом и композитором, он предложил талантливой девушке создать творческий дуэт. Команда из двух человек «Ночной перрон» выступала на небольших концертных площадках – в военных частях, детских домах и домах престарелых. В то же время Юлия активно готовилась к выступлению в театральное училище. Проучившись год на филологическом факультете Псковского института, Пересильд снова отправилась в Москву. На этот раз она собиралась попробовать свои силы в борьбе за место в суденческих рядах ГИТИСа. И ей это удалось. Она стала первокурсницей режиссерского факультета. Ее мастером являлся Олег Львович Кудряшов. Во время учебы в академии Юлия сыграла несколько ролей в театре школы современной пьесы. Она великолепно переуплотилась в лужанку и даримену в постановке «Першина. Холостой мольер». В 2006 году девушка закончила университет. В этом же году российский режиссер Кирилл Серебренников пригласил девушку на роль Сузанны в его театральной постановке «Фигаро. События одного дня». Данная пьеса являлась одним из многих спектаклей, выпуск которых был приурочен, проходящий в то время, в компании Евгения Миронова. Ровно через год артистка присоединилась к государственному театру наций. Ее первой работой на подмостках этого заведения стала роль Кумы Ширинкиной в пьесе «Нина Садур-Снегири». Данная постановка является искусным отображением произведения Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Еще в студенческие годы девушка дебютировала в кино. Первой картиной с участием сходящей звезды стал сериал «Участок». Роль Натальи Кублаковой принесла молодой актрисе любовь к публике. Ее стали узнавать на улице. Телезрители желали выведать любую информацию о новой талантливой артистке. Ответы на эти и многие другие вопросы пытались найти журналисты. Фильмы с Юлией привлекали публику. Критики благосклонно называли ее молодой Натальей Кундуревой. В 2007 году вышло продолжение прославившего актрису сериала «Заколдованный участок». В 2008 году Юлия выбрал фантастический шанс сыграть в картине гениального режиссера Алексея Учителя «Пленный». Ей довелось исполнить главную женскую роль. Через два года она снова стала частью актерского состава под руководством великолепного маэстро. На этот момент Алексей Учитель снимал картину «Край». Партнером Юлии по площадке был Владимир Пашко. Прошло много лет с момента выхода первой части сериала «Участок» и с тех пор Юлия снялась более чем в 20 картинах. Конечно, кроме творческих успехов, публику интересуют и семьи артистов. Не стало исключением и Юлия. Личная жизнь талантливой актрисы всегда была источником досужих сплетен и разговоров. Но как бы Юлия ни старалась, а шила в мешке не утаишь. И ее отношения с режиссером Алексеем Учителем давно ни для кого не секрет. В долгие годы пара опровергала все домыслы, но учитель не раз называл Юлию своей внузой. А люди, близкие к съемочной площадке, часто поставляют новые подробности об этом романе. Хотя все осложняется тем, что режиссер давно и прочно женат. Кстати, его супруга постоянно присутствует на съемочной площадке и принимает участие во всех проектах мужа в качестве продюсера. И разводиться Алексей не собирается. А Юлия невероятно деликатный и тактичный человек. Но то, что учитель понимает ее как никто другой, она этого не отрицает. Некоторые источники утверждают, что отцом первого ребенка, переселит, родившегося в 2009 году, является именно он. Дочку было решено назвать Анечкой. Когда малышке исполнилось 3 года, мама подарила ей сестричку Машеньку. Истинное имя отца ребенка скрывается. И в принципе, на любой вопрос в своей личной жизни, актриса реагирует довольно резко и никаких ответов не дает. Именно заботы о детях и помощь родителям составляют на данный момент всю личную жизнь Юлия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!